Социальное самочувствие села определяется многими факторами. Есть ли работа в районе, развивается ли малый бизнес, как обстоят дела в медицинской и образовательной сферах, насколько налажена инфраструктура. Об этом и многом другом говорили на встрече средств массовой информации с главой администрации Батревского района. Глава администрации Николай Глухов рассказал журналистам, как развивается район в последние годы. За каждой цифрой большая серьезная работа муниципалитета, различных ведомств, предпринимательского сообщества по созданию нормального делового климата. Батыревский район славится хорошими землями. Здесь не найдешь и кусочка необработанной земли. Здесь строятся дороги, жилые дома, школы и детские сады. Чтобы не быть голословным, глава района показал журналистам все ключевые объекты последнего времени. Татарско-Сугутская средняя школа, детский сад, сказка. Социальная сфера развивается в районе активными темпами. Школа построена с учетом современных стандартов образования. Новый пищеблок, отличный спортзал, богатая библиотека на трех языках. Только учись. Детский сад ошеломил своим многоголосьем. Такого количества детей давно никто не видел. А в начале следующего года в райцентре будет сдан многоквартирный дом. Социальную сферу трудно было бы поддерживать, если бы в районе не развивался реальный сектор экономики. Два брата Хлебниковых создали в Батрево мебельное и металлическое производство. За их банными печатями выстраивается очередь. Сельскохозяйственный кооператив «Красное знамя» имеет такой логистический комплекс, что городским впору позавидовать. А кооператив «Корма» фермерское хозяйство Евгения Мартышкина обеспечивает батаревцев разнообразной плодовощной продукцией – хлебными и кондитерскими изделиями. Такое многофункциональное производство в отдельном взятом районе способно удовлетворить даже самого взыскательного потребителя. Руководство муниципалитета уже составило перспективный план на будущий 2015 год, отдав приоритет выполнению социальных обязательств. В этом году малыми предприятиями произведено продукцию на сумму 41 миллионов рублей, что выше уровня прошлого года на 8%. Малый и средний бизнес у нас охватывают отрасли экономики – это сельское хозяйство, торговля, общественное питание, строительство, обрабатывающие производства, это оказание услуг населения. В основном у нас занимается сфера торговля, общественное питание – это занято 36% населения, в сельском хозяйстве – 35%, этим занимается строительство – 13%, в обрабатывающем производстве – 11% и в прочих отраслях 5% наших предпринимателей.